Королёва опозорилась на всю страну, не смотреть туда невозможно. Наташа Королёва никогда не откажется блеснуть своим декольте, особенно если это ТВ-съёмки, где её формы могут увидеть миллионы. В шоу «Ну-ка все вместе» наряд, который надела певица, был поистине впечатляющим и провокационным. Интересную деталь в образе Дивы в социальных сетях засветил Стас Пьеха, он сейчас тоже является членом жюри наравне с супругой Сергея Глушко, Лерой Кудрявцевой и Сергеем Соседовым. Под плотным пиджаком у артистки скрывался чёрный топ, который прекрасно подчёркивал её пышные формы. От такого декольте действительно невозможно оторвать взгляд. Неудивительно, если участники музыкальной передачи сбивались с ритма и путали слова, завидев столь пикантную ложбинку знаменитости. Наташа Королёва рассказала, как поддерживать себя в форме без скальпеля. Певица 50 лет. «Я вообще люблю всё натуральное, от родителей досталась хорошая генетика, и я стараюсь всё это сохранить». Поделилась знаменитость в интервью журналистам. Как отметила Королёва, организм человека способен на многое, потому что в нём заложены функции, которые могут сами себя омолаживать, но для этого нужно правильно к нему подходить. «Если не злоупотреблять разными нехорошими вещами, не переедать, следить за своим здоровьем, надо спать побольше, что очень важно. Отдыхать, не перегружаться, следить за питанием. Раз в полгода делать чекап, проверять анализы», сказала исполнительница. При этом Королёва подчеркнула, что у неё не было никаких хирургических вмешательств. Она предпочитает аппаратную косметологию, благодаря которой можно без скальпеля поддерживать лицо и тело в хорошей форме. «Плюс я считаю, что надо не лениться и заниматься в спортзале. Каждый должен найти для себя те физические нагрузки, которые ему подходят и нравятся», – посоветовала звезда. Королёва, напомним, с 2003 года замужем за танцором Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. У супруга в браке родился сын Архип. Сейчас ему 21 год. Певица неоднократно говорила в интервью, что мечтала о втором ребёнке. Однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО, окончились неудачами. А в 2021 году певица стала донором яйцеклеток. Она скрывала это от семьи два года. Девочка живёт с родителями в США. Субтитры создавал DimaTorzok